Ребят, всем привет! У нас сегодня с вами Яна в гостях. Яна, я так рада тебя видеть! Ура! Это случилось! Яна супер милая, приятная девушка. Вот так. Буду приглашать почаще в гости. Просто так приезжай. За кадром. Да, мы сегодня с вами едим роллы. Посмотрите, заказали много роллов. Ну что, давайте начинать. Сегодня мы с вами будем отвечать на вопросы. И моя часть ответов будет на страничке у Яны. А Яна сегодня будет отвечать для вас. Так что, кто хочет увидеть мои вопросы, переходите на страничку к Яне. Мы ждали их очень. Сколько они едут? Час. Мы ждали их час. И сейчас мы все это тут расставляли, готовились. Просто так что, когда это... Когда не надо, они привозят очень быстро. Да, да, да. У нас еще ребенок спит на улице. Нам надо тут... Мы в тайминге. Ну что, пробуем? Это какие? Ох, я заказала... Ну, какой-то угр с чем-то. Давай, хочешь, я тоже какой-нибудь угр возьму. Покажу. Надеюсь, и показывают. Два. Вот, вот, вот. Так, соус, соус. Ладно, я без соуса. Так, ну что, вопросики? Разные были вопросики, ребят. Спасибо большое за активность. Будет отвечать у нас Яна сегодня на вопрос. Давай с тебя начнем, пока ты открываешь соус. Чарли, уйди. Знаешь, мои подписчики хотят, чтобы я Чарлика закрыла куда-нибудь в комнату, подальше, чтобы он не мешал снимать. Он же будет гавкачивать. Да, и скрестись, я думаю, будет вообще обижаться, и потом еще мне написать тут со злостью. Мне кажется, это люди пишут, у которых нет, тогда ваших животных. Нет, а что будет. Им гадко, что как бы он тут, типа... Да. Ну что, начинаем? Ян. Так, какие вопросы выбрала? Знаешь, тут есть такой жесткий вопросик, мы его оставим на потом. Давай начнем с лайта. Давай. Яночка, какие еще города рассматривала, чтобы переехать? Чтобы переехать? Ну, наверное, не города. Страны. Страны. Я бы, хоть я была в Америке, но я бы хотела пожить уже как взрослым вот этом. Мне кажется, тебе тоже не понравится. Да. Но я хочу пожить, расстроиться, убедиться, что, типа, нет, это, типа, не та страна, и все. Ну, в принципе, других стран, где жить... Только Америка, да? Угу. Я в Америку, мне было очень интересно, но потом я услышала много неоднозначных мнений, типа, что все далеко, только на машине. Ну, может быть, знаешь, типа, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Ну, там только работать, мне кажется. Не семейный формат. Ну, да. Мне кажется, с ребенком он еще об этом не хочет. Понятно. Хорошо. Ян, вопрос для тебя от Алены Аленушки. А, тоже? О, слушай, тоже? Да. Это Алены? Вопрос для Яны, да. Ну, давай, ладно, Ален. Давай. Ален, привет, смотришь, значит, нас точно. Любишь больше тратить или копить? Я люблю, конечно, тратить. Я тоже. Вообще, вот это вот копить, ну, типа, это уже это... На тот свет, что ли? Не модно, да? Да, типа, раньше копили, а сейчас, конечно, нет. Хорошо. Приходилось ли вам в чем-то отказывать себе? Ну, конечно. Могли что-то купить, скажите. Ну, сейчас, конечно, я там... Хочу себе ранджровер, не могу себе купить. Ну... Это Янка уже, ранджровер хочет. Да, зависимости, наверное, от возраста, от статуса. Когда-то я хотела там себе принклс, да, в девяностых. Не могла себе купить, потому что это было что-то дорогое. А сейчас ты уже, конечно, больше другого хочешь. Но мне кажется, это с любым достатком, в любом возрасте. Да, тебе просто купить что-то, не будет такого, что... Ну, наверное, только Пидиди мог купить все, что он хотел. И то, не купил себе свободу. Лавочка прикрылась. Тяните здоровье, свободу. Не купишь за деньги. Это все временно. Поэтому в этом вопросе... Кстати, принклс сейчас тоже дорогой. 500 рублей пачка. Да? Да. А раньше сколько было? 200, 150, по-моему. Ну, мне... Не нравился никогда принклс. Он какой-то такой, как будто искусственный, да, чуть-чуть? Ча люди лезут на Ян. Я думаю, чтобы он вот сюда вот так вот. Хорошо. Я тебе сдаю. Давай. Ты мне сдаешь хорошо. Блин, как бы было удобно. Ян, тяжело ли тебе принять факт расставания с мужем? Ну, я видела этот вопрос, скажу честно. И знала, что ты мне его задашь. Значит, тяжело. Она вот здесь уже заметила, уже сердечко заболела. Да, да. Ну, не знаю. Я долго думала. Типа, там, почему... У нас не было, да, там, измен. Ну, понятно, там, чего-то критичного. Но я думаю, что... В целом мы из какой-то вот... Просто какой-то кризис. Угу. Ну, да, мы вместе. Да. И поэтому сейчас как будто что-то новое, типа, пожить как-то по-другому. Отдохнуть там. Да. Вот даже в плане отдыха, как будто мы друг от друга устали. И, ну, реально за столько лет это не воспринимается вот как что-то, типа, я сейчас с окна. Вот есть женщины, которые, когда вот они расстаются, ну, они прям вот всё, у них смысл жизни, они там не могут. Я думаю, это когда вот происходит... Резко что-то. Из-за чего-то, вот, типа, там, измены, например. Тогда да. А у нас какая-то вот такая текучая бытовуха и... Вы сами потихонечку к этому пришли. Как будто бы да. Типа, оно вот как-то само. Поэтому мне тут какой-то какой-то там вот... Резкой боли такой, я видела. Да, да, что я там страдаю. Ну, слушай, вы, мне кажется, ещё не прямо развились, что всё. Ну, у нас, да, вот, нету такого... Ну, мягко, наверное, ну, типа. Что... Вообще, мы как? Мы решили просто пожить отдельно. Пожить отдельно. Ну, скажи честно, мне нравится. Мне надо никому готовить, стирать, убирать. Сам просыпаешься одна. Да, да. Никто не говорит, я где завтрак сделаю. Вот в этом плане. Я даже вот думала, вообще думала, а вот почему я вообще вышла замуж? Ну, типа вот такого, да. Ну, не знаю. Как бы и плюсик и минус как бы есть в этом. Иногда, да, как-то одиноко, скучно, но я думаю, если бы это произошло, когда мне было там 23 или там, не знаю, да, я бы, наверное, горем убивала, страдала, там, пивала. Сейчас ты уже самодостаточная, есть свое дело, какое-то занятие тебе. Ты как будешь вообще... Ребенок есть, как будто я уже все вот сделала, я замуж сходила, я все сделала, долг выполнила, государство, и теперь сейчас могу пожить для себя. Вот типа вот такого. Ну, на самом деле классно. Может быть, знаешь, и вы сойдетесь обратно, ну, там, через пару лет. Вот так вот побудете, ну, будет чил, и потом уже будет абсолютно другое, другие какие-то отношения. Прикольно. Не, нормально. Ах. Такая лялька, что ты мне скажешь? Давай. Ян, тут вопросик прилетел от Ольги. Я 06-05, ты твой такой, мне кажется, хейтер, скажем так. Вот попал. Давай, я сейчас выражу. Много числа. Да. Очень интересно будет посмотреть совместный мукбанг с Катюшей. Умная, развивающаяся Катюша, которую приятно слушать. И это недоразумение, которое даже два слова связать не может. Катюш, спроси у нее, как она планирует развиваться, не работать, а именно развиваться, или ей больше нравится деградировать? Мне больше нравится деградировать. Ольга, это слишком. Может, это выражу? Не надо этот вопрос. Созлюняю. Мне нравится. А чем, мне кажется, Яна развивается? Деградировать, Ольга. Не знаю. Я приехала в Москву деградировать. Вы не знаете? Все сюда приезжают. Чтобы деградировать. Честно, Ян, я не понимаю, откуда вообще у людей такой сильный негатив в твою сторону. Ну, потому что, во-первых, ты сейчас очень уязвима. Мать-одиночка. Одна в чужом городе, с ребенком. Все это тащишь, ну, на себе. Ну, как бы это не просто так. Надо поддержать. И, ну, какую-то солидарность там, не знаю, что-нибудь такое. Нет, не слышали? Нет. Нет, Яна красотка, я считаю. К хейтеру, я, к хейтеру, меня уже привело. Угу. Даже интересно уже. Мне самой иногда очень смешно. Я угораю. Я просто повышаю свое настроение, реально. Как напишет, аж самой смешно. Я как захожу там, господи мои. Господи мои. Ну, это тоже надо такой талант, смекалку иметь. Это, чтобы так решать. Чтобы вот так вот человека. Задевать. Чтобы, чтобы. Просто хороший комментарий написать, это легко. Ну, типа, ой, все круто, молодец. А вот это, это же надо. Они же еще думают. Потратить энергию. Как вот так вот из-под ковырка, типа, написать. Чтобы, типа, не обидеть и не то. Так что. Вопрос для Яны. От Людмилы неважно. Люд, привет. Ну, так написано. В смысле, ты не сказала, неважно. Людмила? Это ее ник. Людмила неважно. Так. Скорее, не прилагаю. Типа, она такая фамилия, неважно. Имени достаточно. Яна, приятного аппетита. Три фактора, которые мы не знаем о тебе. Три факта, наверное. Да. Или фактора. Не знаю. Ну, то, что я была мужчиной. Во-вторых, что я лечилась в психушке. И третий. Ты что, третий секрет? Я увела твоего мужа. А ты об этом не знаешь. Так, а треть? Я любовница твоего мужа. Хоть то я переехала в Москву. Трэш! Я позвала любовница у мужа на Магуанг. Мы это все сапланировали вообще. Не, ну вообще, если серьезно, я не знаю даже. Потому что я все равно рассказываю же. Даже не знаю, что... Было, что нет? Да, что... Ну, наверное, я не рассказывала, что... У меня вот родители в разводе. Мне, конечно, я нигде не рассказывала. У меня тоже. А они в детстве все? С детства в разводе? Нет. Ну, они давно... Ну, уже, наверное, лет пять они как разлились. Ну, в смысле, я уже взрослая... Ты это сожжала. Мне как бы, да. Приняла. Да. Но мне кажется, если бы и в детстве они разлились, у меня бы, наверное, не было. У меня было. Я как-то это... Почему-то к этому отношусь, вот к разводу. Может, поэтому у меня тоже нет какого-то вау-эффекта. Ну, типа, не сошлись и не сошлись, да? Зачем мучиться там жить долго? А для меня это, знаешь... Вот у меня родители в детстве развелись в моем. Ну, ты маленькая думала. Да, для меня это такой был стресс. Все, детка. Я, знаешь, как думала маленькая? Вот там у Насти, у моей подружки, есть папа. А у меня маму с папой даже вместе не вижу. Типа, для меня это... Ну, что-то недостижимое. Думаю, блин, вот и круто, что у нее папа и мама. Ну, это для детей важно, для малышей. Ну, вот у меня сестра. У меня же еще тоже есть родная сестра. Ну, я не знаю. Я думаю, наверное, она не так восприняла, как я их. Она младшая? Да. Мне как-то вообще, не знаю. Ну, она с ним, мне кажется, и живет, или она... Да. Да? Вот из-за этого, мне кажется, ты уже одна. Ты давно переехала. У тебя своя семья, и для тебя это, ну, как бы взрослые люди. А для нее все равно... Она же с ними, ну, постоянно в контакте. Для нее это моя папа. И я думаю, что да, она как бы это же все... В этот процесс, как бы она там не касс. Второе, что я не рассказываю? Я не люблю целоваться. Вот у меня есть... Говорят же фригидность, да? Я же я вам поцелую. Ну, вот... Я же фригидность, да, говорят? Но фригидность, но фригидность это когда плавает. Да, да. А вот у меня на поцелуи. Вообще гадко? Ну, вот, не то чтобы, но у меня... Типа, это... Да, я даже не могу видеть, вот когда засос, вот эти вот... Показывают свадьбы. На свадьбах, когда сосутся, вот прям вот он... А вы не целовали на свадьбе? Ну, мы не сосались. Я сразу сказала, типа, только не вот это сосало. Я не знаю, мне не нравится, когда сосутся. И ты не сосалась в подростковом возрасте даже? Ну, нет, естественно, но... Я всегда не поняла, в чем прикол. Обмену слюны? Да, типа, я терплю. Ну, вот реально, как бы, мне не нравится. Но я при этом целовалась с девушкой. У меня был опыт, но... Но кто не целовался с подружкой по пьяни? Да, она была пьяная, но... По своей воле. Она залезла на меня и, ну, начала сосаться. А я, чтобы, типа... Не обидеться. Да, ну, как бы, стрёмно будет выглядеть. Она же хотела как-то круто там на парня, может, впечатление. Я её поддержала. А так... Актриса. Да. Всё, три факта. Три факта. Класс. Ну, кстати, очень интересные, получается, факты-то. Да, особенно то, что я был мужчиной. А сейчас я там буду написать. Я так и знала, я так и знала. Ребят, ну, пишите, как вы думали. Яна врёт нам или правда? Ну, мужчина, теперь угадайте. Да, да, да. Какие за эти факты? Слушай, ну, мне кажется, Мукбанк получился хороший. Да. Мы наелись. Даже с Чарли, да? Да, принял. Да. Хотя Чарли у нас такой волк. Ну, принял Яну. Ой, ну чё, спасибо всем большое. Даже не знаю, чего ещё задать. Всё, наверное. Да. Пишите, как вам? Чё там у нас не получилось? Пишите. Да. Стоит ли повторять? Пишите. Как вам? Будем ещё? Может быть, в следующий раз Мукбанку Яна в костях? Единственное, да, что я... Две камеры у нас стоят. Я постоянно смотрю. На себя вот туда в телевизор? Да. Да. И не сюда, во-первых. И не сюда, а просто вот туда. Да, я тоже. И кому вообще вещай? Само семья. Это Люда лишняя. Я тоже, да. Я на самом деле, это бывает в твою смотрю, то в свою, но в основном я смотрю в телевизор на себя. Я просто, типа, когда мы вопросы задаём, я думаю, вот так, есть твой вопрос, там, сейчас там в твою. А я уже... А я потом, я просто понимаю, что я просто вот сюда вот смотрю. Где-то между, да, на самом деле? Да, поэтому про глаза можете не писать. Ребята. Поэтому мы уже поняли свою ошибку. Да. В следующий раз справим. Да. Но я не могу им всё никак исправить. Я всё равно по привычке смотрю вот туда. Да? Ну, как бы... Вот хочешь, не хочешь, да, ты туда смотришь. Как зеркало. Угу. А на камере вот туда мы смотрим, потом будем на картинке. Блин. Ребят, куда смотреть? Какую камеру? Да, ну то, что мы уже вообще вместе, тут с Ромами уже... Хорошо. Какую камеру не посмотри. Всё, ребят, всем пока. Все контакты в описании. Подписывайтесь на меня, на Яну. И увидимся в следующем видео. Пока! Вообще камера. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok